Белоснежка И уколола себе иглой палец до крови, и подумала королева про себя, «Ах, если бы у меня родился ребеночек белый, как снег, румяный, как кровь и чернявый, как черное дерево!» И вскоре желание ее точно исполнилось. Родилась у нее доченька, белая, как снег, румяная, как кровь и черноволосая, и была за свою белизну названа Белоснежкой. И чуть только родилась доченька, королева-мать и умерла. Год спустя король женился на другой. Эта вторая жена его была красавица, но и горда, и высокомерна, и никак не могла потерпеть, чтобы кто-нибудь мог с нею сравниться в красоте. Притом было у нее волшебное зеркальце, перед которым она любила становиться, любовалась собой и говаривала, «Зеркальце, зеркальце, молви скорей, кто здесь всех краше, кто всех милей!» Тогда я отвечала ей, зеркальце, «Ты королева, всех здесь милей!» И она отходила от зеркальца, довольная-предовольная, и знала, что зеркальце ей неправды не скажет. Белоснежка, между прочим, росла и хорошела, и уже по восьмому году она была прекрасна, как ясный день. И когда королева однажды спросила у зеркальца, «Зеркальце, зеркальце, молви скорей, кто здесь всех краше, кто всех милей!» Зеркальце отвечало, «Ты, королева, красива собой!» А все же Белоснежка выше красой, ужаснулась королева, пожелтела, позеленела от зависти. С того часа, как бывало, увидит Белоснежку, так у нее в сердце на части от злобы разорваться готово. И зависть с гордостью, словно сорные травы, так и стали возрастать в ее сердце, и разрастаться все шире и шире, так что, наконец, ни днем, ни ночью не стало ей покоя. И вот позвала она однажды своего псаря и сказала, «Выведи эту девчонку в лес, чтобы она мне более на глаза не попадалась. Убей ее, и в доказательство того, что мое приказание исполнено, принеси мне ее легкое и печень». Псарь повиновался, вывел девочку из дворца в лес, и как вынул свой охотничий нож, чтобы пронзить невинное сердце Белоснежки, та стала плакать и просить, «Добрый человек, не убивай меня, я убегу в дремучий лес и никогда уже не вернусь домой». Пожалел псарь хорошенькую девочку и сказал, «Ну и ступай, Бог с тобой, бедная девочка». А сам подумал, «Скорехонько растерзают тебя в лесу дикие звери». И все же у него словно камень в сердце свалился, когда он пощадил ребенка. Как раз в это время молодой оленчик выскочил из кустов, псарь переколол его, вынул из него легкое с печенью и принес их королеве в доказательство того, что ее приказание исполнено. Повару приказано было их присолить и сварить, и злая баба съела их, воображая, что есть легкая печень Белоснежки. И вот очутилась бедняжка в дремучем лесу, одна-одинешенька, и стало ей так страшно, что она каждый листочек на деревьях осматривала, и не знала, что ей делать и как ей быть, и пустилась бежать. И бежала по острым камням и по колючим кустарникам, и дикие звери сновали мимо на нее, взад и вперед, но ей не причиняли никакого вреда. Бежала она, пока несли ее резвые ноженьки, почти до вечера. Когда же утомилась, то увидела маленькую хижинку и вошла в нее. В этой хижинке все было маленькое, но такое чистенькое и красивенькое, что и сказать нельзя. Посреди хижины стоял столик с семью маленькими тарелочками, и на каждой тарелочке по ложечке, а затем семь ножичков и вилочек, и при каждом приборе по чашечке. Около стояли рядом семь кроваток, прикрытых белоснежным постельным бельем. Белоснежка, которой очень и есть, и пить хотелось, отведала с каждой тарелочки овощей и хлеба из каждой чарочки и выпила по капельке вина, потому что она не хотела все отнять у одного. Затем, утомленная ходьбой, она пыталась прилечь на одну из кроваток, но ни одна не пришлась ей в меру, она была слишком длинна, другая слишком коротка, и только седьмая пришлась ей как раз в пору. На ней она улеглась, перекрестилась и заснула. Когда совсем стемнело, пришли в хижину ее хозяева, семеро гномов, которые в горах рылись, добывая руду. Засветили они свои семь свечей, и когда в хижинке стало светло, они увидели, что кто-то у них побывал, потому что не все было в том порядке, в котором они все оставили. Первый сказал, «Кто сидел на моем стульце?» Второй, «Кто поел из моей тарелочки?» Третий, «А кто от моего хлебца отломил кусочек?» Четвертый, «Кто моего куша не отведал?» Пятый, «Кто моей вилочкой поел?» Шестой, «Кто моим ножичком порезал?» Седьмой, «Кто из моей чашечки отпил?» Тут первый обернулся и увидел, что на его постели была маленькая складочка. Он тут сейчас сказал, «Кто к моей постели прикасался?» А сбежали с кроватками все остальные и закричали, «И в моей, и в моей тоже кто-то полежал!» А седьмой, заглянув в свою постель, увидел лежавшую в ней спящую белоснежку. Позвал он и всех остальных. И те сбежались, и стали восклицать от изумления, и принесли кроватке свои семь свечей, чтобы осветить белоснежку. «Ах, Боже мой!» воскликнули они, «Как эта малютка красива!» И так все были обрадованы ее приходом, что не решились разбудить ее и оставили ее в покое на той постельке. Седьмой гномик решился провести ночь так. В кроватке каждого из своих товарищей он должен был проспать по одному часу. С наступлением утра проснулась белоснежка и, увидев семерых гномиков, перепугалась. Они же отнеслись к ней очень ласково и спросили ее, «Как тебя звать?» «Меня зовут Белоснежка!» – отвечала она. «Как ты попала в наш дом?» – спросили ее гномики. Тогда она им рассказала, что мачеха приказала было ее убить, а псарь ее пощадил. И вот она бежала целый день, пока не наткнулась на их хижинку. Гномики сказали ей, «Не хочешь ли ты присматривать за нашим домашним обиходом, стряпать, стирать на нас, постели постелать, шить и вязать? И если ты все это будешь умело и опрятно делать, то можешь у нас остаться надолго и ни в чем не будешь терпеть недостатка». «Извольте», – ответила Белоснежка с большим удовольствием и осталась у них. Дом гномов она содержала в большом порядке. По утру они обыкновенно уходили в горы на поиски меди и золота, а вечером возвращали свою хижинку и тогда для них всегда была готова еда. Весь день Белоснежка оставалась одна одиношенька в доме, а потому добрые гномики предостерегали ее и говорили «Берегись своей мачехи, она скоро прознает, где ты находишься, так не впускай никого же никого в дом, кроме нас». Королева мачеха после того, как она съела легкая печень Белоснежки, предположила, что она и есть теперь первая красавица во всей стране и сказала «Зеркальце, зеркальце, молви скорее, кто здесь всех краше, и кто всех милее?» Тогда зеркальце ей отвечало «Ты, королева, красива собой, но все же Белоснежка, что за горой, в доме у гномиков горных живет, много тебя красотой превзойдет». Королева испугалась, она знала, что зеркальце никогда не лгало и поняла, что псарь ее обманул и что Белоснежка жива. Стала она думать о том, как бы ей извести падчерицу, потому что зависть не давала ей покоя и ей непременно хотелось быть первой красавицей во всей стране. Когда же она наконец придумала, она подкрасила себе лицо, переоделась старой торговкой и стала совершенно неузнаваемой. В этом виде направилась она в путь дорогу за семь гор к хижине семья гномов, постучалась и крикнула «Товары разные, дешевые, продажные!» Белоснежка глянула из окошечка и крикнула торговке «Здравствуй, тетушка, что продаешь?» «Хороший товар превышенного сорта!» отвечала торговка «Шнурки, тесемки разноцветные!» и вытащила на показ один шнурок, сплетенный из пестрого шелка. «Ну, эту-то торговку я, конечно, могу впустить сюда!» подумала Белоснежка. отомкнула дверь и купила себе красивый шнурок. «Э-э-э, детятка!» сказала Белоснежке старуха. «На кого ты похожа?» «Пойди-ка сюда, дай себя зашнуровать как следует!» Белоснежка и не предположила ничего дурного, а вернулась к старухе спиною и дала ей зашнуровать себя новым шнурком. Та зашнуровала быстро, да так крепко, что Белоснежке разом захватила дыхание и она намертво пала на землю. «Ну, теперь уж не бывает тебе больше первой красавицы!» сказала злая мачеха и удалилась поспешно. Вскоре после того в вечернюю пору семеро гномов вернулись домой и как же перепугались, когда увидели Белоснежку распростертую на земле. Притом она и не двигалась и не шевелилась, была словно мертва. Они ее подняли и увидев, что она обмерла от слишком тесной шнуровки, тот час разрезали шнурок и она стала опять дышать, сначала понемногу, затем и совсем ожила. Как когда гномы от нее услышали о том, что с ней случилось, они сказали, «Эта старая торговка была твоя мачеха, безбожная королева, остерегайся и никого не впускай в дом в наше отсутствие». Злая баба, вернувшись домой, подошла к зеркальцу и спросила, «Зеркальце, зеркальце, молви скорее, кто здесь всех крашек, кто всех милей?» И зеркальце ей по-прежнему отвечало, «Ты, королева, красива собой, но все ж, белоснежка, что за горой в доме у гномиков горных живет, много тебя красотой превзойдет». Услышав это, злая мачеха так перепугалась, что белоснежка опять ожила. «Ну уж теперь-то, сказала она, я что-нибудь такое придумаю, что тебя сразу прикончат». И при помощи различных чар, в которых она была искусна, она сделала ядовитый гребень, затем переоделась и приняла на себя образ другой старухи. Пошла она за семь гор к дому семи гномов, постучалась в их дверь и стала кричать, «Товары, товары продажные!» Белоснежка выглянула из окошечка и сказала, «Проходите, я никого в дом впускать не смею». «Ну, а посмотреть-то на товар верно тебе не запрещено», сказала старуха, вытащила ядовитый гребень и показала его белоснежке. Гребень до такой степени приглянулся девочке, что она дала себя оморочить и отворила дверь торговки. Когда они сошлись в цене, старуха сказала, «Дай же я тебя причешу как следует». Бедной снегурочке ничто дурное и в голову не пришло, и она дала старухе полную волю причесывать ее как угодно, но едва только та запустила ей гребень в волосы, как его ядовитые свойства подействовали и белоснежка лишилась сознания. «Ну-ка, ты, совершенство красоты», проговорила злая баба, «теперь с тобой покончено» и пошла прочь. К счастью, это происходило под вечер, около того времени, когда гномы домой возвращались. Когда они увидели, что белоснежка лежит замертво на земле, они тотчас заподозрили мачеху, стали доискиваться и нашли в волосах девушки ядовитый гребень и едва только его вынули. Белоснежка пришла в себя и рассказала все, что с ней случилось. Тогда они еще раз предостерегли ее, чтобы она была осторожнее и никому не отворяла дверь. А между тем королева, вернувшись домой, встала перед зеркальцем и сказала, «Зеркальце, зеркальце, молви скорее, кто здесь всех краше, кто всех милей?» Зеркальце отвечало ей, как прежде, «Ты, королева, красива собой, но все же белоснежка, что за горой в доме гномиков горных живет, много тебя красотой превзойдет». Когда королева это услышала, то задрожала от бешенства. «Снегурочка должна умереть!» воскликнула она, «Если бы даже и мне с ней умереть пришлось!» Затем она удалилась по тайную каморочку, в которую никто кроме нее не входил, и там изготовила ядовитое приядовитое яблоко. С виду яблоко было чудесное, наливное, с румяными бочками, так, что каждый, взглянув на него, хотел его отведать, а только откуси кусочек и умрешь. Когда яблоко было изготовлено, королева размалевала себе лицо, переоделась крестьянкой и пошла за семь гор к семи гномам. Постучалась она у их дома, а Снегурочка и выставила головку в окошечко и сказала, «Не смею я никого сюда впустить, семь гномиков мне это запретили». «А мне что до этого?» отвечала крестьянка. «Куда же я денусь со своими яблоками?» «На вот одно, пожалуй, я тебе подарю». «Нет», отвечала белоснежка. «Не смею я ничего принять». «Да уж не отравы ли боишься?» спросила крестьянка. «Так вот посмотри, я разрежу яблоко надвое, румяную половиночку ты скушай, а другую я сама съем». А яблоко то у нее было так искусно приготовлено, что только румяная половина его и была отравлена. Белоснежке очень хотелось отведать этого чудного яблока. И когда она увидела, что крестьянка ест свою половину, она уже не могла воздержаться от этого желания, протянула руку из окна и взяла отравленную половинку яблока. Но чуть только она откусила кусочек, как упала замертво на пол. Тут королева мачеха посмотрела на нее ехидными глазами, громко рассмеялась и сказала, «Вот тебе и бела, как снег, и румяна, как кровь, и чернява, как черное дерево. Но уж на этот раз тебя гномы оживить не смогут». И когда она, придя домой, встала перед зеркальцем и спросила, «Зеркальце, зеркальце, молви скорее, кто здесь всех краше, кто всех милей?» Зеркальце наконец ей ответила, «Ты, королева, здесь всех милей». Тут только и успокоилось ее завистливое сердце. Насколько вообще завистливое сердце может успокоиться? гномы же, вечерком вернувшись домой, нашли белоснежку распростертой на полу, бездыханной, помертвевшей. Они ее подняли, стали искать причину ее смерти, искали отраву, расшнуровали ей платье, расчесали ей волосы, обмыли ее водой и свиной, однако ничто не могло помочь ей. Белоснежка была мертва и оставалась мертвая. Они положили ее в гроб и сев все семеро вокруг ее тела, стали оплакивать и оплакивали ровно три дня подряд. Уже они собирались и похоронить ее, но на вид она казалась свежей, была словно живая, да и щеки ее горели прежним чудесным румянцем. Гномы сказали, нет, мы не можем ее опустить в темные недра земли, и заказали для нее другой прозрачный хрустальный гроб, положили в него Белоснежку, так что ее со всех сторон можно было видеть, а на крышке написали золотыми буквами ее имя и то, что она была королевская дочь. Затем они взнесли гроб на вершину горы, и один из гномов постоянно оставался при нем на страже. И даже звери, даже птицы, приближаясь к гробу, оплакивали Белоснежку. Сначала прилетела сова, затем ворон и наконец голубочек. И долго-долго лежала Белоснежка в гробу, и не менялась, и казалась как бы спящей, и была по-прежнему бела, как снег, румяна, как кровь, и чернява, как черное дерево. Случилось как-то, что в тот лес заехал королевич, и подъехал к дому гномов, намериваясь в нем переночевать. Он увидел гроб на горе и красавицу Белоснежку в гробу и прочел то, что было написано на крышке гроба золотыми буквами. Тогда он сказал гномам, отдайте мне гроб, я вам за него дам все, что вы пожелаете. Но карлики отвечали, мы не отдадим его за все золото в мире. Королевич не отступал, так подарите же мне его, я насмотреться не могу на Белоснежку, кажется и жизнь мне без нее не мила будет. Подарите и я буду ее почитать и ценить как милую подругу, сжалились добрые гномы, услышав такую горячую речь из уст королевича и отдали ему гроб Снегурочки. Королевич приказал своим слугам нести гроб на плечах. Понесли они его, да споткнулись о какую-то веточку и от этого сотрясения выскочил из горла Белоснежки тот кусок отравленного яблока, который она откусила. Как выскочил кусок яблока, так она открыла глаза, приподняла крышку гроба и сама поднялась в нем жива-живехонька. Боже мой, где это я? воскликнула она. Королевич сказал радостно, ты у меня, у меня, рассказал ей все случившееся и добавил, ты мне милее всех на свете, поедем со мною в замок отца и будь мне супругой. Белоснежка согласилась, поехала с ним, их свадьба была сыграна с большим блеском и великолепием. На это праздничество была приглашена и злая мачеха Белоснежки. Как только она принарядилась на свадьбу, так встала перед зеркальцем и сказала, зеркальце, зеркальце, молви скорее, кто здесь всех краше, кто всех милее? Но зеркальце отвечала, ты королева красива собой, а все новобрачная выше красой. Злая баба, услышав это, произнесла страшное проклятие. Потом вдруг ей стало так страшно, так страшно, что она с собой и совладать не могла. Сначала она и вовсе не хотела ехать на свадьбу, однако же не могла успокоиться и поехала, чтобы повидать молодую королеву. Едва переступив порог свадебного чертога она увидела в королеве белоснежку и от ужаса с места сдвинуться не могла. Но для нее уже давно были приготовлены железные башмаки и поставлены на горящие уголья. Их взяли клещами, притащили в комнату и поставили перед злой мачехой. Затем ее заставили вставить ноги в эти раскаленные башмаки и до тех пор плясать в них, пока она не грохнулась на земь мертвая. Субтитры Субтитры Субтитры